Всем очень привет! Меня зовут Наталина, и сегодняшнее видео я хочу посвятить укладке. Это не она, если вдруг что. В общем-то, я хочу просто накрутить волосы, посадить их в клеммы. Сейчас я расскажу, что зачем, и потом сделалась макияж. У меня волосы натуральные, не крашеные, но, в принципе, они хорошо держат накрутку. Мне пора уже давно подстричь вот эти вот сопли, но мне все лень идти к мастеру. В общем, накручивать мы будем сегодня с вами классические локоны. Я буду накручивать на вот такую плойку Babyliss 32 мм на температуре, наверное, где-то на 180. Сейчас попробую. Именно нужна мне плойка с зажимом. Естественно, для разного типа волос нужна разная температура и разная подготовка волос. Какие-то волосы, которые вообще не держат, можно, не знаю, там, прогафрировать, еще что-то. Но я не хочу сейчас на этом особо останавливаться, потому что это уже, знаете, из разряда профработы. Итак, эту технику я недавно подглядела на каком-то канале на YouTube и не могу его теперь найти. В общем, смысл в чем? То, что мы сначала с вами отделяем волосы как бы от уха до уха. Есть у этого пробора какое-то научное название. Но у меня вот волосы обычно как раз лежат на эту сторону. Вообще вот эта зона у парикмахера, знаете, так ужасно называется коммерческая зона, потому что именно ее видит клиент. Мы будем здесь волосы накручивать от лица, а здесь мы будем их крутить как бы на максимальный объем. Чтобы у нас с вами здесь был максимальный объем в эту сторону, а здесь объем будет в другую сторону. И локоны, когда будут сталкиваться, будет эффект прям вообще супер объема. Итак, я беру вот эти клеммы, и когда я буду снимать локон с плойки, то я буду сажать его в клемму, то есть закручивать и пришпиливать. За счет этого локон остывает в таком положении, будет дольше держаться. Я такое делаю в основном на волосах, которые плохо держат локон. Но здесь я приподнимаю корень именно за счет плойки, именно за счет температуры, не за счет какого-то начеса или чего-то такого. Поэтому для этой прически это прям важно. Я не делаю очень длинный пробор на укладках, потому что это смотрится, ну, так себе. Разделяю там на две прядки, ну, насколько хватает. Итак, что такое крутить от объема и на объем? Давайте я просто сразу покажу. На объем это у нас, когда плойка идет, грубо говоря, вниз, то есть вот на объем, то есть как бы вот стоит локон. И от объема это когда, то есть на объем, и от объема это когда у нас плойка сверху прядки, тогда у нас здесь корень получается более гладкий, и объем начинается намного позже. Итак, всю заднюю часть я буду крутить на объем. Очень важно, что мы с вами начинаем накрутку именно от корня. То есть мы не берем вот типа, знаете, отсюда и начинаем накручивать, потому что так у нас прогревается намного больше кончик, а кончики волос, видите, вот они обычно, не в самом лучшем состоянии. А у корня у нас волосы, которые меньше всего хотят накручиваться, и которые самые такие натуральные, самые здоровые. Итак, здесь мы крутим на объем. Беру плойку и делаю проворот. Чуть-чуть спускаюсь и снова подкручиваю. Это техника накрутки прямо классического локона. Я вам на следующих прядках еще покажу, потому что для меня долго это было матрицей перезагрузки. Дальше колечко я не расправляю. И я хватаю, и за нижнюю часть я вот колечко сажаю в клемму, потому что прядь таким образом максимальное количество времени будет на объем сидеть и застывать, потому что локон фиксируется тогда, когда он остывает. То есть, если вы горячие локоны начнете разбирать пальцами, то у вас они просто опадут. И очень важно прям ровно, да, чтобы был этот объем, а не в сторону. Блин, как себе сложно это крутить. Ну, хочешь хорошую укладку, люби и помучиться. Дальше отделяем еще один ряд. Я причем отделяю одним пальчиком с одной стороны. Отделяем еще один ряд прям вот пальчиком до серединки и опускаю волосы. И здесь тоже пальчиком до серединки и опускаю волосы. Вот тут, наверное, более видно сейчас будет. Пряди я беру не очень большие, которые я понимаю, что у меня прогреются. Вообще, для более плотных, пористых волос это очень большая прядь. Но у меня волос сам по себе такой очень легкий, поэтому у меня нормально все прогревается. И обратите внимание, я не накручиваю вот из такого положения. Я стараюсь максимально от корня приподнять волосы. То есть, я вот прям задираю вот так вот прядь. Смотрите, хватаю зажимом. Прокручиваю левой рукой, ничего не наматываю. Опять корню подкрутила, чуть-чуть съехала. Подкрутила, чуть-чуть съехала, приотпуская зажим. Подкрутила к корню, каплю съехала. Диаметр плойки, опять же, я выбираю 32, потому что я хочу такие очень легкие локоны. То есть, не прям кудряши, кудряши, это ближе 25 или меньшего диаметра еще плойки. И так вот мы подкручиваем и съезжаем до того момента, пока у нас хвостик не спрятался в плойке. И потом еще пару секунд подержим. Я беру меньшего размера плойки. То есть, чем хуже держит волос, тем меньше можно брать размер плойки. Так, все пришпилила. Ну, то есть, у меня сейчас скоро будет притча, знаете, как в американских фильмах. Давайте я сейчас невидную часть поднакручу и потом вот эту зону оформлю уже вместе с вами. Ну что, я дошла до ручки практически, до последнего слоя. То есть, видите, я все пряди, ну, как бы стараюсь делать на них максимальный объем. Поэтому сейчас покажу, как я накручиваю последние пряди, которые вот будут уходить назад. То есть, я их прям тяну на себя и начинаю, ну, как бы прогревать корень, да, вперед, чтобы когда эти пряди пойдут назад, чтобы корень остался стоять. Держу, чтобы прогреть еще раз весь волос полностью. Снимаю, не раскручивая. Это очень-очень важно. Локон, ну, либо если он у вас вдруг раскрутился, собрать его ручками. И креплю к голове. Меня тут интересует, знаете, не столько сама кудряшка, сколько вот этот стоячий корень. Вот это я сейчас зря сделала, лачить лучше, когда уже все зафиксировалось. И, ну, просто я знаю свой волос, что он сейчас может распушиться. Могу себе позволить. Так, и все. И последняя прядь, которая уходит назад. Также натягиваю вперед. Прокручиваю. Так, ну что, теперь пришло время уложить самые важные зоны. Здесь мы будем крутить от лица, чтобы у нас пряди лежали, знаете, а-ля как в шоу Victoria's Secret. Разделяю, грубо говоря, на два проборчика. И каждый проборчик на две части. И здесь я держала плойку абсолютно горизонтально, когда крутила, то здесь я держу ее обязательно в диагональ. От лица. Это значит, что у меня кончик, видите, он смотрит вниз. Если вдруг локон у вас упал, можно вот так вот его накрутить на пальчик, снять и приколоть. То есть, видите, я кручу уже не на объем. У меня плойка ложится сверху прядки. Кончик вниз. То есть, вот я сейчас отпустила, видите, объем начинается вот здесь. Но за счет этого можно будет красиво челку разложить. Не скидывайте просто неконтролируемо куда-то локон. Это тоже важно, потому что локон должен остыть в необходимом положении. Эти лицевые прядки, маленькие, кисюхи, это вообще самое-самое прям главное. Вот видите, как челка уже ложится вот так вот от лица. Вот с этой стороны, кстати, очень сложно крутить от лица, если вы правша. Сейчас я покажу, наверное, какая основная проблема. То есть, вроде бы от лица, вроде туда. У большинства такая есть проблема. Нам мотали и дальше пошли наверх. И, соответственно, у нас кудряшка будет, когда мы начнем вот так вот перетягивать, вот даже видно, она все равно завернется как бы к лицу. И поэтому очень важно и очень сложно, когда вы крутите правую свою сторону, чтобы перекинули прядь и кончик пошел вниз. Это сложно, потому что приходится вот работать двумя руками. Сейчас я вам постараюсь показать. Так, взяли прядь, плойка сверху. И я беру поближе к кончику и прядь закидываю и вот здесь вот подхватываю другой рукой. И начинаю делать протяжку, слежу за тем, чтобы у меня намотка шла внизу. То есть, кончик, чтобы был внизу. И в таком ракурсе не получается себе в руку прям снять колечко. Но тут тоже не надо пугаться, да, и сбрасывать локон. Я, когда не сажаю в клеммы, я снимаю вот таким вот образом. То есть, я как бы сматываю, да. Вот такой кудряш получается от лица, который идет. И видите, он какой объемный. Но сейчас я посажу в клемму его. С такого положения собрать в клемму не всегда получается. Поэтому вот здесь как раз подойдет намотать на пальчик в нужную сторону. И тогда локон придет в нормальное состояние. Господи, как это сложно делать на себе, еще рассказывать. Я себя чувствую такой тупой просто. Вы себе не представляете. Все, последнее. Практически вот тут вот осталась какая-то волосня. Ну, в общем, все. Последнее сейчас прядь. В общем, еще раз показываю. Открыла зажим. Заначало схватила. И вот как бы вниз закинула хвостик. То есть здесь я кручу назад. А если бы я крутила вперед, это было бы на объем. И видите, как красиво это все уходит. Ну, скоро будем разбирать. Ну что, сейчас я сделаю макияж. И потом мы с вами распустим эту прическу. Итак, дальше я начинаю снимать клеммы со своей укладки. И сразу пальчиками прочесывать каждую прядь, которую я снимаю. Пряди, которые у меня сзади, я их просто разбираю пальцами. Никак по-особому не раскладываю. Просто оттягиваю их как бы назад. И уже вот боковые пряди, которые возле лица, я их разбираю пальцами, чтобы они были более широкие. И сразу их фиксирую лаком. Потому что у лица так называемая коммерческая зона. В общем-то, это зона, на которую, ну, обращаешь сам в первую очередь внимание. Поэтому я каждую прядку разбираю сначала пальцами. И потом укладываю так, как мне нужно, так, как мне нравится. При этом каждый кончик корректирую. И, в общем-то, если вы разложите красиво эти прядки, они так и будут лежать в течение всего дня. Ну, и я все прядки подлачиваю. Я не использую очень много лака. То есть, волосы у меня не стоят, не твердые. От него я не люблю такой эффект. Потому что, в любом случае, когда я сделаю укладку, я потом все еще дополнительно разбираю пальцами. Ну, и, в общем-то, это все. Да, вот здесь вот я непослушный локон укладываю так, как мне нравится. Ну, и, в общем-то, это все. Надеюсь, вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал.